Мне кажется, что по уверению оптинских старцев Льва, Макария, Варсонофия, Никона Беляева, по их уверению, нет лучшего сейчас наставника, нет лучшего того, кто понимает духовную жизнь и кто дает советы, которые относятся к человеку нашего времени. Это творение епископа Игнатия Бринчанинова. Они прямо его называют. Это ангельский ум. Варсонофий Оптинский пишет, он так глубоко понимает все. Даже святитель Феофан не так понимает, как понимает святитель Игнатий. Вот основа, если хотите. Если кто хочет действительно понимать духовную жизнь, его надо иметь. Иметь надо. Поставить себя на полочку. Пусть хоть иногда встретимся с ним взглядом. И, может быть, и протянется рука почитать. Очень полезные книги. Писем Валаамского старца. Замечательные просто. Просто написаны. Такой удивительно простой язык. Но такие прекрасные вещи. Так он действительно пишет разумно, замечательно, что просто диву даешься. Да каждый, кто начнет читать, сразу увидит. Это какой-то мир от этого человека. Прям духовный мир. Письма Игумена Никона Воробьева. Вот сейчас вышла книжка «Как жить сегодня». Это тематическое распределение его писем. Игумена Никона Воробьева. Посмотрите, это образованнейший человек. Образованнейший человек нашего времени, который все оставил ради этого. Это просто назидание, замечательное назидание в этих вопросах. В этих вопросах. Из древних, конечно, Аввадорофей прежде всех. Потому что он пишет наиболее доступно и не касаясь высочайших материй, особенно тех, которые, может быть, нужны для отшельников, каких-то особых подвижников. Просто и доступно. Очень важно читать сейчас там толкование на Священное Писание, чтобы не вздумать самим начать толковать. Сколько приходится получать даже мне толкований на Апокалипсис. Все резут сразу в Апокалипсис. Все. Им надо раскрыть тайны. То есть люди занимаются не исканием Бога и духовной жизни. А что будет? Я всем отвечаю. Я вам точно скажу, что будет. Помрете и все увидите. Нет, а как же такое? Когда конец мира? А вот как помрете, вот и конец мира вам. Да. Вот так. Так что литература – это очень важный момент. Это пища. Вы слышите? Это пища. Не дай Бог отравленной пищей питаться. Вроде вот такой наставник молитвы Иисусовой, Харлампий, Сафона, да, который требует как можно больше, скорее, скорее. Или этот Гурий, да, или Макария и так далее. Или Трифон, этот, то же самое. И много литературы, которые сейчас безобразные просто. Вот так. Так. Так.